Ребята, ребята, всем привет! Вот мы с вами снова и встретились. Решил сегодня сделать воскресное кардио, так сказать, между железными тренировками, силовыми, с железом. И вот тут вот я расположился, и мой кой железный расположился. Посмотрите, возле какого столетнего дерева. Как я люблю. Вот такие вот деревья, старые-старые. Возле, короче, реки канала Волковки. Посмотрите, какая она совсем-совсем. Давайте туда спустимся, посмотрим. Тут такая жижа-жижа. Я в своих, как обычно, балетках и просто ручеек. Все, уточки, уточки, уточки плавают там по бокам. Посмотрите, какое русло. То есть, представляете, если оно полностью наполнится, полностью наполнится, сколько здесь воды будет. И такое вот дерево огромное. Смотрите, кто-то здесь сухое дерево рядом растет. Вот эту курточку, курточку кто-то оставил. То есть, повязал, как будто знак какой-то, не знаю. Залезать-то, наверное, не будем, не знаю. А борщевик, борщевик у ребят уже начал свистеть. Не свистеть, а вырастать. Это же борщевик, ну, точно несъедобный. Но пробовать мы точно не будем, съедобный он или нет. А то я в детстве уже один раз попробовал. И потом весь волдырями покрылся. Ну, как еще раз я повторюсь, у меня сегодня кардио. Всю зиму кардио вообще не было. Кардио будем делать. И оно так наклонено. Такое ощущение, что когда-нибудь упадет. Может быть, заберемся куда-нибудь наверх туда. Можно пробраться? Смотрите, тут какая-то обломленная. На велосипед-то вставать не хочется. Оп. Я прям на велосипед встал. Оп. Забираемся. Чуть-чуть заберемся. Вот здесь. Главное, чтобы не обломалось, потому что, посмотрите, здесь сухое. Там вон автобусы ездит, там мойка. И я тут в начале видео забираюсь перед кардио моим. Тут, кстати, хорошо забираться так. Посмотрите, я уже куда забрался. Главное, вот видите, обламывается. Не свалится. А то сейчас быстро видео кончится. Опа. Опа. Тренировочка перед... Разминка перед нашим кардио заездом, ребят. Наверх туда дальше забираться не будем, потому что там вообще сухие деревья, ребят. Троллейбус, троллейбус поехал. Троллейбус. А я тут по деревьям лазил. Всю зиму на деревья не забирался, ребят. Просто сразу. Тут все обломлено. Столько этих самых сучков. То есть тут очень много сухих. Помимо таких. Главное еще спуститься. Ну ладно, давайте. Сегодня мой кардио заезд. Сейчас слезу с этого места и поедем. Пока слезал, в горле аж пересохло. Сегодня взял с собой две водички попить. Две водички попить взял. Почти полтора литра. Даже 1,6 литра. Творог, потому что определенный прием пищи я пропущу. Потому что в заезде буду. Творог, там белки, жиры 5% и орехов, чтобы жиров добрать немножко. Ну, пока что арахис. Он самый простой орех. Пока на дорогу не выезжаю. Вон там теннис, волейбол. Что еще написано? Фитнес. То есть что фитнес? Там интересно тренажерные залы есть. Ну, я знаю, что здесь фитнес-хаус в ТРК Рио находится. Посмотрите, сколько одуванчиков у нас. Желтые все. Мы по земельке, по зеленой, по травушке едем, по тропинке топтаной. В сторону Волковского кладбища. Вот именно решил сегодня туда проехать. Не знаю, как кардио получится у нас. Вообще, кардио нужно с определенной... Не останавливаясь, с определенной частотой сердцебиения. В определенном диапазоне. Чтобы все, ну, как бы, по-правильному было. Не больше, не меньше. Но мы немного будем останавливаться в некоторых местах. Смотреть на что-нибудь интересное. Не знаю, здесь мы по этой дороге проедем к Волковскому кладбищу. Может быть, через него где-нибудь проедем. Птички поют по обеим сторонам. И справа от нас уже Волковское кладбище. То есть, отсюда туда можно как-то пробраться. Но здесь вот этот канал, Волковка. В народе говнотечка. Погода сегодня хорошая. 20 градусов на солнце, наверное, где-то. Не уверен, что там где-то можем пройти. Но попробуем пробраться. Сейчас немножко кардио, кардио. Так 5 минуток хотя бы в диапазончике поработать. Где-то здесь можно пробраться на ту сторону. Загорожено все вокруг. Не знаю, здесь проедем или нет. Яблоня, яблоня распустилась. Вот здесь где-то можно проехать. Кстати, ребята, здесь я вроде вообще ни разу не проезжал, не ездил. Я всегда по той стороне. Посмотрите, какой я через дорогу увидел бункер, ребят. Просто бункер. Посмотрите, какой бункер. Такой типа бункера. Посмотрите, со Второй мировой войны осталось. Все в решетке. Посмотрите, там решетка обрешочена. И все видно. Прямо такой вот купол-купол. Что-то написано, ноу-смокинг. То есть курить нельзя. Там еще подвал. Горевший причем. Горевший подпол. Подвал есть. Ребят, просто посмотрите. Решетка. Заварена, заварена решеточка. И вот она здесь вход, как будто зубы пририсованы. Будто пасть какая-то чья-то. Кто-то аналогию провел. И посмотрите, туда можно даже забраться. Тонный. Просто вот бетонный. Вот такой вот. Тут, кстати, отверстие под трубу, наверное. Там яблоня, яблоня цветет. Или вишня. Это вишня, наверное, а не яблоня. Но мы дальше продолжаем свое путешествие в районе Волковского кладбища. Вагонное депо НВРК. Железнодорожная станция здесь рядом. Тут баравай или воздухоплавательный парк. Стоп! Через железную дорогу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, помните, как нас чуть собаки не загрызли? Давайте-ка по земельке теперь на шоссейном велосипеде проедем, ребят. Тут какие-то, ребят, гаражи. И возле железнодорожного полотна мы едем. Там электрички едут. Я не знаю, мы здесь проедем или нет. Главное выезд найти. Вон вижу метро. Волковская, ребят. Вагоны по левую сторону. Вагоны, вагоны. Вагоностроительный поезд. Я надеюсь, там есть выезд. Там нет проезда? Спасибо. Спасибо. Ой-ой-ой-ой. Все нас, ребят, с вами каким-то собакам, каким-то всем запретным местам тянет. Вокруг переезд. Здесь не проехать. А там еще канал. Через канал там мы не проберемся с велосипедом. Через железнодорожный переезд нам все-таки придется проехать. Главное, чтобы никто не ехал, но так-то резко они не ездят. Отдалились, ребята. Нам нужно к обводному каналу было ехать. И к Неве, к стороне Неве. То есть поближе. А сейчас мы через железную дорогу попремся. Я же вам сказал, что у нас сегодня импровизированный заезд. Вот он, импровизирование некуда. На плечика. Здесь, кстати, вот по этим ряду не ездят. Они заблокированы. Там вот платформа. Это либо воздухоплавательная, либо муровая. Сейчас мы там тогда по дороге поедем и примем правее, чтобы к Неве куда-то забуриться. Может пробежимся немножко, пробежимся. Бабочки летают, капустницы. Там электричка вон едет. Давайте подождем, пока они проедут. Пробегать не будем. Судьбу за лямки тянуть не будем. Комфорт, ребята! Туда поехала, в сторону поселка. Павловск, Пушкин. Можно переходить эту самую дороженьку. Главное под ноги смотреть, чтобы не было стрелок никаких. Мы с велосипедом шоссейным. Какая-то вышка туда залезть, наверное, можно туда. Не полезем, там можно током долбануть. Все, я вас на грудь завешиваю и на дорогу выскакиваю. Кардио продолжается. Был бы пульсометр, чтобы было можно засекать именно диапазон сердцебиения, в котором нам нужно работать. Главное еще, чтобы творог не выскочил из сумочки. Сейчас направо привим. Начало Лиговского проспекта сейчас будет практически. Даем поворот правой рукой направо. Ноги работают, чувствую. Тут как кардио. Тут помимо кардио идет еще функциональная физиологическая наработка на икры и на квадрицепсы. Слишком к припаркованным машинам не прижимаемся, ребят. Потому что может кто-то либо открыть дверь резко, либо начать свое движение. К поребрику, к тротуару тоже не прижимаемся, потому что педали, педали могут зацепиться и упадете. А у меня контактные. Ну и вот он, ребята, самый что ни на есть Лиговский проспект. В таком потоке нужно постоянно иметь внимание очень чуткое. Знать правила движения дорожные. Обозначиваться. Показывать свои действия правильные. Повороты там направо, налево. Не лезть на рожон никуда. Держаться правой стороны, ребят. В светофорных реалиях кардио не так-то особо хорошо сделать. Вот там комьюнити спереди вижу. Ребята, комьюнити. Вон велосипедная комьюнити на шоссейном велосипеде тоже кардио, наверное, или просто катается. Давайте обгоним, а потом направо примем по обводному каналу. Человек тоже направо. Вот он, обводный канал. Посмотрите, ребята, собор. Церковь, туда сейчас не пойдем и психиатрический распределительный пункт. Не знаю, насколько сейчас я смог разогнать свое сердцебиение. Пока идут зеленые светофоры, можно в ритм войти. Посмотрите, какая широкая дорога возле обводного канала. Сейчас скоро к Неве подъедем. Ну как скоро? Километр, наверное, еще где-то. Сейчас конец сушки. Дожег практически все, что возможно в натуральную, и чтобы дальше не жечь уже мышцы. Пресс полностью видно. Вот здесь подъемчик, и ноги работают. Сейчас у меня в основном функционально-физиологическая наработка идет на широчайшее и на заднюю дельту. Акцент поставлен на переднюю дельту и на трапецию. Ну и блок силовой идет у меня грудь и спина. А в каком стиле этот силовой блок идет? Именно какая интенсивность? Это на линейное увеличение интенсивности. То есть пирамида вверх. 15, 12, 10, 8, 6, 6. И всего одно упражнение в понедельник на спину и грудь. Одно упражнение в пятницу на спину и грудь. Но в разных вариациях. Под разными наклонами и разными хватами. Это все расписывается на определенный срок. А на 6 недель. После 6 недель. Какая бы ни была идеальная программа тренировок, она перестает быть эффективной. Из-за того, что мышцы начинают адаптироваться к данной нагрузке. Ее постоянно нужно шокировать. То есть мышцы, их нужно постоянно шокировать. Они такие капризные, как дети. Они так говорят, капризные, капризные. Что-то они адаптируются. Ты уже весам можешь не повышать. Уже не повышаются веса. Что-то им нужно новое. Что-то им не так, что-то им нет. Переработаешь, они будут болеть, недовосстанавливаться. Даже если будешь соблюдать все правильно, идеальное питание. Спать от 7 до 9 часов. То есть такие они капризные. Им надо постоянно чем-то удивлять. Для того, чтобы постоянно прогрессировать. И прогрессировать именно, чтобы прогрессия нагрузок была. Нельзя же постоянно прогрессировать и так линейно. Постоянно увеличивая и увеличивая вес. А и тем более каждую неделю, как многие говорят. Для этого существуют и циклы периодизации. А что такое циклы периодизации? Период массонаборный. Период сушки. Ну, сушки в натуральном может быть такой, как термина, и не существует. Там подготовительный этап подводка. То, что уменьшение подкожного жира с оставлением мышечных волокон. Чтобы максимально они остались. И за счет того, что массонаборный период в любом случае вы наберете жировую прослойку. Но сколько вы ее наберете, зависит от вашей правильности подобранного БЖУ. И насколько вы увеличили профицит калорий. Как правильно вы все это соотношение поставили, сопоставили. Ну, буду говорить, называть эти подготовительные этапы сушкой. И на сушке у вас в любом случае будут падать силовые. Потому что недостаток углеводов. Углеводы гликогена из мышц, он употребляется в первую очередь. Углеводов по минимуму полностью не убираем, конечно. Силовые падают до определенного момента. Но мы их держим, стараемся держать. И после того, как мы выходим на баланс, напитываемся суперкомпенсация, гиперкомпенсация мышечных волокон. Они наливаются, жировая прослойка меньше. Вы становитесь венозными, как сейчас. Смотрите, вот венозность. Она, сейчас покажу вам. Пережимаю. И вот она пошла, венозность. Пошла, пошла. Хотя сейчас я еще не напитывался. Вчера загрузка была углеводами. После этапа подготовительного балансирования. Этап баланса, там вот это все подводка. Какая-то типа у профессионалов. Дальше мы начинаем увеличивать углеводы. Мы не уходим в небольшой профицит. И у вас опять этих силовых начинает прогрессия нагрузок идти. И она уже работает. Уже можно наращивать мышечную массу и новые мифибрилы. Вот эти самые новые мышечные волокна. Увеличиваться вообще. Пока мы тут с вами за бодибилдинг разговариваем. Я тут незаметно, посмотрите, к какому зданию. Это туалет, что ли, заброшенный какой-то? Его, кстати, реставрировать будут. Мухи-мухи летают, бутылки алкоголические. Все вот это воняет. Там люди на корточках сидят. И мы тут с велосипедом. Смотрите, туда заходить-то очень сильно не будет. Тут обоссано все как будто. Туда как-то матрасы какие-то непонятные. И посмотрите, туда, туда вон, смотрите. Какие-то покрышки какие-то, смотрите. Туда-то не поедет, там, наверное, засрано все. Давайте обойдем его. Можно здесь обойти? Это здание. Его, по-моему, то ли реставрировали, но забросили. Сеткой этой завесили. Это мы возле Нивы уже. Вот такое вот здание. Напротив Нивы, вон она, Нива виднеется. Мост здесь. А может быть и не туалет это был? Это какой-то, не знаю. Афиши здесь, смотрите, какие. Сектор газа, нифига. Даже не знал, что они выступают. Официальный трибьют проект Черный вторник. Ребят, сектор газа. Вот это, ребят, как дерево называется? Посмотрите, оно цветет. Это орех или орешник, что-то такое. Или как оно? Мне из головы вылезло, не помню. И ель-ель такая. А давайте на ту сторону переберемся к Ниве. И там покатаем немножко. Вылазка на дорогу, где мы будем еще кардио. Кардио у нас сегодня на дороге. А вот так мы вылезаем. И где-то вот надо нам, ребят, на ту сторону. Сейчас к светофору поедем. Мы же напролом-то не сможем туда ломануть. Там он дорогу делает, поэтому надо аккуратно. Сейчас к Ниве спустимся, на водичку посмотрим. Блестит, наверное. На солнце переливается. Стою, стою возле пешеходного перехода. Думаю, когда зеленый мне загорится. Уже, наверное, минуты две стоял. И смотрю, бабушка подошла, там кнопку нажала. А я смотрю, у меня-то кнопки нигде нету. Где-где, смотрю. Оказывается, за спиной у меня, ребят. Надо было просто кнопку нажать. Все, ребят, переходим на ту сторону сейчас. Все-таки уже к Ниве. И давайте с вами следующий прием пищи. Творога с орехами навернем. Жиры полезные. И белочек. Смотрите, мотоциклетный сезон открылся, ребят. Сегодня такая у меня не чисто кардио, а кардио в перемешку с прогулкой, приемом пищи. И немножко куда-нибудь забрались, посмотрели. И, может быть, даже еще заберемся. Вот она Нева, прямо к ней подъезжаем, и там сразу берег будет. Шашлыки там делают, все вот эти дела. Разнообразные, вот, культурно-развлекательные. Вон, посмотрите, посмотрите, водичка. Интересно, какая там глубина. Там какие-то бочки, какие-то канистры, как поплавки. Взял с собой пауэрбанк, у меня сейчас все в проводах. Вот это дело, провода, провода. Меня обвивают. И потом смотрю, что-то не заряжается. Оказывается, у меня пауэрбанк не заряжен. Я забыл зарядить пауэрбанк. И, то есть, вколостую. У меня на камере сейчас 35%. Так что видео сегодня не затяжное. Так вам некоторые аспекты бодибилдинга, культуризма вам расскажу. Кардио немножко куда-нибудь забрались. Вот Нева, Нева. Тот берег, посмотрите, какая она широкая. Там вот железнодорожный мост. Не помню, как называется. Может быть, спустимся вниз. И протеиновую бомбу-то я не делал в этот раз. Просто взял с собой творог да орехи. Потому что что там делать? Какао у меня нету. Бананы я сейчас не потребляю, потому что это быстрые углеводы. Давайте на плечо. И посмотрите, какая здесь коряга. Просто сухая-сухая мыс велосипеда. Посмотрите, какая красивая. Раньше тоже какое-то столетнее дерево было. Посмотрите, мусора сколько здесь. Вот этого реклама. Тут можно пробиться очень хорошо. Провода, провода. Вот эти велосипед поставил. Мерида, скульптура Дивк 300, 2020 года. Вон там какие-то как будто поплатки вдоль берега. Вот это вот и ведут. Они так далеко туда. Не знаю, что это такое. Как будто сети. Но это не сети. Но может обозначение какое-то, что здесь мелко для судоходов. Давайте творога быстренько с орехами навернем. Дальше кардио продолжим. Может быть, вам что-нибудь еще расскажу про бодибилдинг. Там люди ходят. Ребята, ребята, орехи у меня были вот в такой коробочке из-под берушек. И они у меня в этом пакете. В сумочке вот там внутри были. Они там рассыпались. То есть я вытаскиваю ее, а она, крышка открылась, расстроился. Вот творог и 5-процентный. 180 грамм. 121 килокалория. 16 грамм белка, жиров 5, углеводов 3 грамма. Вот так на берегу Невы, а расположились. И вот как брикетик. Потребляем. Я сейчас сначала его съем, потом попробую достать. Может быть, орехов осталось. Но россыпью употребить. Вот такой простой прием пищи один. На сушке. Причем на сушке. Еще конец сушки. Вот, чтобы не лукавить. Я все в пакет убрал, ребята. Брикетик вточил. У меня влетел в лед он. И сюда в сумочку убираю, ребят. Главное, чтобы не вылетело нигде по дороге. Вон они, вон они. Расположились. Орехи, арахис. Обжаренные. Обязательно берите обжаренные арахисы. Потому что не обжаренные. Может, пагубно на пищеварение. Ну, плюс еще аллергия у многих людей. Вертолет, наверное, прогулочный какой-то летит. Ребят, видите? Сейчас будет видно под облаками. Наверное, экскурсионный какой-то. Поворот. Хрюк делает куда-то в центр. На какой высоте? Метров 600-800. Ну все, пью водичку. 26% батареи. Мы дальше сейчас кардио будем совершать. Взял снаряд спортивный на плечо, дабы не проколоть. Потому что здесь стекол просто неимоверное количество. Постоянно бьют. Песка много. Здесь вон шашлыки делают на камнях. Бутылки валяются за собой, не убирают. И я в своих балетках. Там поезд. Прямо вот по этому мосту. Это, по-моему, товарняк какой-то непонятный. Какие-то вагоны двухэтажные. Как будто, а нет, двухэтажные. Это, наверное, плацкартные двухэтажные вагоны. Сейчас поедем пока вдоль Невы, а потом на дорогу выскочим для дальнейшей кардио работы. Там светофоров здесь не так уж много. Можно еще поработать на сердечко. Здесь вот на шоссе на велосипеде неудобно, потому что корни. Оп, оп. Можно просто хорошенько вломиться. Трубы какие-то торчат сливные, что ли. Такие вот трубы. Сама кардио работа такая, такая себе. Смотрите, какие обрывы обвала. И туда не свалится. Посмотрите, какие обрывы. Там такие просто коряги, корни. Просто красиво. Кстати, хотел похвастаться показать последствия своей сушки. Это... Вот она. То есть, эта самая сушка уже полностью прошла. И мы дальше с вами продолжаем на мостонаборный этап выходить, ребят. Вот он, этот мост. Индустриальный вроде, или как он называется? Все, сейчас на дорогу скоро выедем. А я вас на грудь, чтобы безопасно было, прикручу. Такие вот старые красивые здания. Посмотрите, как замки. Замки вот такими со шпилями разного цвета. С одной высотой. Тут сейчас собор будет, ребят. Красивый. Возле Невы. Смотрите, какой он. Он новый, вновь выстроенный. Все трясется. Смотрите, как скулы видно на сушке. Ну, без этого-то никуда. У меня пока батарея села на телефоне, ребята. Резко. Еще 15% оставалось и села. Вот это я с велосипедом. Качу с велосипедом. Последнее, что я успел сказать, не успел сказать, это квадрицепсы. Что-то про квадрицепсы. Ну, точно уже забыл. Пока разбирался, тут камеру убирал в эту самую сумочку. Ну, вот так вот я сейчас... Ну-ка, сейчас переверну. Вот так вот я по дороге там мчался. Мчался туда, до бабушкинского садика там. Думал на мосту где-то там закончить видео. Ну, сейчас еще кардио у меня продолжится. Небольшое. Путь держать буду к дому, ребят. Завтра у меня тренировка. Понедельник. Силовая будет. Домашняя. Всем спасибо за внимание, ребят. Качайтесь, да не закачивайтесь. Всем добра и удачи. До встречи в следующих видео, ребята. Комьюнити и все-все-все. Занимайтесь спортом, ребята. Сегодня тренировка у меня пока продолжается, а у вас она закончится. Потому что сейчас я отрублю все это дело. Снимать с телефона я не решусь на дороге. Комментируйте, ставьте лайки. Обязательно комментируйте. Это способствует продвижению канала. Нажимайте колокольчик, делитесь видео. Всем добра и удачи. Пока, ребята. Трясется все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...